Уважаемые жители, добрый день. Так, давайте пока сейчас еще некоторые люди у нас подключаются. Так, всем добрый вечер. Надеюсь, очень сильно надеюсь, что мы с вами крайний раз встречаемся в режиме офлайн, так как в стране в нашей идут послабления. И, надеюсь, в конце февраля мы с вами встретимся опять в восьмой школе. И, соответственно, в другой школе это микрорайон Павшинская пойма. На данной встрече подсоединены у нас сейчас помощники. У нас очень активный конец месяца, особенно последние четыре дня. Я надеюсь, вы следите за нами. Мне наконец-то сегодня, буквально час назад стало известно, что до конца дали квартиры в Первомайской, дом 7. Слава Богу, там что все обошлось. Поэтому насущные вопросы, как обычно, давайте по одному. Любовь Анатольевна, ну, с учетом того, что вы первые подсоединились, слушаю вас, хотя вы не из моего округа. Ну, я бы хотела обратить ваше внимание, в общем-то, этот вопрос очень для всех, абсолютно всех жителей Красногорска. Это уборка, сами понимаете, дорог и придомовых участков. Это сложившийся снегопад дало себе знать? Да, конечно, конечно. Что снег не вывозится, это все понятно. Но у нас единственный дом, на котором вывозили снег, это Речная-3. Рядом с моим домом, это там же, где находится наша детская площадка. Вот там действительно убирали парковку, убирали дороги, вывозили снег. Это все действительно было больше, ни на одном доме это не происходило. Я, извините, сейчас перебью. Отключите микрофон, пожалуйста, кто-то там. Только Любовь Анатольевна. Спасибо. Дороги у нас, вот сейчас мы на данный момент не можем точно определить, какие дороги к кому относятся. Вы же понимаете, этот вопрос очень такой, очень кропотливый, серьезный, поэтому, в общем, меня, конечно, как активного жителя Красногорска, это очень сильно волнует. Так, насколько мне известно, Виталь, у нас получается, я тебе давал координаты, кого, Г, Виталь? Сейчас расскажу. Я тебе давал координаты, вот именно это городская служба, которая отвечает... Да, есть и мне. Да, но она отвечает за часть нашего округа или за весь округ? За часть округа. За часть округа. За часть округа. Анна озвучила этот вопрос. Я его... Да, Илья Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, последнее время после майских праздников, да, мы тут занимались... Продорожную карту? Продорожную карту. Я до сих пор вам ее не передал, правильно? Ну, вам ее не дали, я, насколько знаю, администрация еще ее не подготовила, верно? С Владимирским мы общались до Нового года, а потом я, в большей части, занимался непосредственно установкой знака на Первомайской. Надеюсь, сейчас все это мы добьем, да, точнее, доведем до логического конца. Плюс, вот, конечно, два дома по расселению. Это Маяковка была и Лесная. Ну, и последние пять дней добавился еще самый главный вопрос. Это на данный момент было уже Первомайская. Поэтому давайте я все-таки... Вы знаете, чтобы вы не слышали из моих уст вот такие постоянные фразы, что я обещаю, я все сделаю. В любом случае что-то делается, но какие-то вопросы не закрываются. Вы напоминаете мне о них там через энное количество времени, и мы их закрываем. Поэтому по дорожной карте, да, информация, мы как-то говорили с Владимирским, но там, по-моему, тоже звучал вопрос, что они до конца не готовы. Но я займусь этим вопросом. Мелешкевич, обещали схему уборки, да, Мелешкевич написали. Там поменялись подрядная организация, раздел дорог стал... В общем, нам на данный момент неизвестен. То есть там делили... Ну вот на данный момент у нас есть прямой контакт с Горстроюсервис, непосредственно, чтобы звонком сразу все это решалось. Самое главное, чтобы просто эта территория попадала под их, так скажем, полномочия. Если это не эта компания, я узнаю. Просто, вы видите, Любовь Анатольевна, с учетом того, что теплый бетон, я не уточнял, я большей частью уточнял по первомерской... По вашему участку такая же история, Октябрьская, и пошло дальше. Все то же самое. Все то же самое. Илья Сергеевич, а можно про дорожную карту два слова сказать? Да. Смотрите. Мы написали... Ну, вернее, жители, в том числе вашего округа, пишут, соответственно, запросы официальные в администрацию Волосевича и Михаила Кузиной. Я после той встречи дал команду своим юристам подготовить текст. Они подготовили, но я его не отправил. Я его, наверное, в понедельник в ближайшее время и отправлю. У меня текст лежит, потому... Вот, спасибо. Спасибо. Спасибо, как-то. Так, напоминалка. Хорошо, спасибо. Я про дорожную карту была в работе, правильно? Да. Спасибо. Так, Лесная 6 есть, и Маяковская 1 у нас сегодня на связи. Есть, Маяковская 1. Маяковская 1? Анна, здравствуйте. Смотрите. Да, да, Маяковская 1 есть. Значит, смотрите, что мне стало известно сегодня, потому что раза три за этот месяц вопрос я поднимал. Вам это не озвучивало, так как мне конкретный ответ не дали. Значит, еще это не опубликовано. Значит, Совет депутатов мы рассмотрели смету, и часть денег с одной статьи перекинули на другой. Там подразумевается то, что сейчас деньги будут выделены на как раз экспертизу, да, экспертизу ряда домов, которые находятся на территории городского округа Красногорска. У нас на данный момент Лесная 6 у них почему-то стоит в приоритете, но вопрос, какие дома еще туда включаться, именно в эту экспертизу, будет решаться. Я уже сегодня созвонился с другим человеком, который отвечает именно непосредственно за тот список этих домов. Вот, мы на связи. Как только официально опубликуют, и им придет документ, что деньги попадают на эту статью, я занимаюсь этим вопросом. Поэтому Лесная 6-7, Маяковка 1, но Первомайская уже у нас признан, там периодически расселяют. Вот, вопрос в том, что, да, экспертиза проведется. Второй вопрос, конечно, да, куда вас расселять. Это уже следующая стадия. Поэтому давайте вот поэтапно, пока мы держим вопрос на контроле. Пока вот в таком русле, Анна. Понятно. Анна, вы меня услышали? Хорошо, спасибо. Да, пока вот на таком... Да, услышала, спасибо. Все, я понял. Наталья Лунева у нас кто? Наталья Лунева. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Просто не узнаю вас. Вы какой адрес у нас? С грима, да? Кирова 21. А-а-а! Вы же это шпион тайный у нас. Да, я стояла на ассоциации председателя советов домов. Вот моя задача вот таким образом шпионить. Ничего страшного. Что касается ЖКХ, онлайн и ДЭС, уважаемые жители, вы должны просто понять, это не в компетенции депутата, муниципалитета, Как-то на это повлиять Для нас главная задача Чтобы была уборка Я не буду сейчас не защищать ни ЖКХ Ни ДЭС К этому вопросу честно Я вот за этот месяц этим не занимался Потому что хватало своего А не занимался я еще по той причине Потому что Моих полномочий на этого не хватает Поэтому Это не говорит о том Что вы не должны мне об этом напоминать И говорить Мы стараемся что-то сделать Для нас главная уборка Можно вопрос? Да Вот просто мы По прошлой встрече можем пробежаться Что это решено Сделано С прошлого нашего собрания По прошлой встрече Единственный момент Я не могу дать пока ответ По уборке На пионерской Точнее на тех рядах Которых уже нет Возле сливницы По этому вопросу Я пока не могу дать ответ А по всем остальным вопросам В принципе я готов Мы отрабатывали их Но давайте Пожалуйста Что еще раз? Монтаж Демонтаж вышки У меня следующий вопрос А демонтаж вышки Так у меня вот документы Сейчас Я сегодня забрал из совета депутатов У меня пришло два ответа По первому Вечер Вы можете их высвать? Или показать Что за ответы? Потому что Да Здесь Здесь Да Приказы у меня получается два Два Я отфоткаю И Виталик вам пришлет Завтра утром Я буду на первом мае Завтра утром Будет на первом мае Сказать вам покажет У меня здесь два ответа С разрешениями Со схемой Там нет Там нет разрешения Илья Сергеевич Там У меня написано Разрешение На размещение объекта Давайте вы вышли Да Да Ответы есть Завтра Виталик вам даст Спасибо Следующий вопрос Так Следующий вопрос У нас был по КЭСу По КЭСу Да Но Я не просто так его приглашал В конце декабря И преимущественно Данная встреча Прошедшая Была посвящена Вопросам И ответам Красногорской Энергосбыта Я так понимаю В некотором объеме Вы не понимаете Да Точнее он не ответил На ваши вопросы Просто мы просили Какие-то алгоритмы Придумать Для людей Помочь Знаете Конструкция Действия Но я так понимаю Ее не будет Нет Вопрос Вы знаете У меня в пометке Я просто тоже Периодически себе записываю Он сказал Что не будет Так смотрите А вы можете Давайте сейчас Сформулируйте вопрос Я У нас Ну с ним Хорошие отношения Я скажу так Я постараюсь Его уговорить И в случае чего То есть мы не будем ждать Там Февральского приема Через там На следующей неделе Посвятим вопросам Еще раз КС Озвучьте пожалуйста Их А мне записывают Ребята Какой вот алгоритм Чтобы правильно Ну чтобы я мог Правильно ему донести Еще раз Алгоритм Вступления В кредиторскую Массу Прямо Так он Называется Слышно Нет Да 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 Алгоритм Вступления В кредиторы Вот что Для обычных Людей Что нужно Сделать Так я понял Это вот Это главный вопрос Правильно Или еще Да Это основной вопрос Да Да Я постараюсь С ним Завтра Или в понедельник Связаться И Может быть даже Непосредственно Мы просто подъедем К нему И все Но я не знаю Как он примет решение А окей Илья Сергеевич У КС Сменился Собственник Уже Уже Знаете Да Может быть Теперь будет Новый Собственник Отвечать За это Узнаю Вот давайте Я узнаю Все И вам Вам Виталик Скажет Илья Сергеевич Хотел задать вопрос Скажите Вы участвовали Допустим Проводили Такую акцию Вы же понимаете Прекрасно У нас Был праздник Посвященный Ленинграду Значит Блокадникам У нас 34 человека В Красногорске У вас Есть На вашем Участке Такие люди На моем Участке Мы к нему Поверьте Очень готовимся И К 9 мая Мы в этот раз Хотим Затронуть Всех Ветеранов Которые Были задействованы Великой Отечественной войны А как вы знаете У нас их три категории Это непосредственно Участники боевых действий Второй Это Труженики тыла И соответственно А нет Труженики тыла Третье Лагерь И четвертое Получается Блокадники На моем округе Проживает около Так сколько мы считали Где-то 100-120 человек Но только И только Блокадников По всему городу 34 человека Я владею информацией По своему округу Так как Совет ветеранов Рядом С нами Мы с ними Постоянно на связи Я узнавал только По своим улицам И домам Но я Планирую Определенную Благотворительную акцию Сделать к 9 мая Ну в кануне 9 мая Но не сейчас Потому что Сейчас Мы очень Несмотря на все наши Какие-то финансовые Задолженности Именно Нашей организации Общественной Ярополки Мы все равно будем делать Массовое обливание Оно будет С каждым годом Оно у нас Все лучше и лучше В плане шоу Какой-то программы 23 февраля Поэтому всех ждем Кто участник А кто соответственно Непременно Непременно Два ветра и мы с вами В этот раз будет кухня Раздаваться Не только В кухню будет ходить Не только гречневая каша Чай Там будет еще другая кухня Это все будет для зрителей Для участников Раздаваться Бесплатно Это мы планируем Все сделать Поэтому Наша сейчас задача Мы вот с завтрашнего числа Начинаем на это Очень активно работать Илья Сергеевич Смотрите Два вопроса Первый у нас с вами Тротуар Но мы его сейчас Не посмотрим Потому что снег Поэтому ждем Когда будет сезон Чтобы посмотреть Так Поэтому вопрос Пока откладывается И второй вопрос Контейнерная площадка Контейнерная площадка Все ровно так же Несистемный вывоз мусора Значит Синий баг Постоянно переполнен Только после того Как пишу в группе Будет чисто Потому что Добродел Меня уже заблокировал Ну раз в три дня Меняется ситуация А на самом деле Анна вы понимаете Это система Это система И вот к сожалению Да Вот за этот месяц Ко мне Там в инстаграм Писало человека 4-5 Я их сразу отправлял На Дмитрия Федорова Он у меня в команде Отвечает за мусор Там тоже соответственно Быстро реагировали Получалось Это то же самое Как и с уборкой Вот на Первомайской Когда Листья не чистятся Приходится Звонить мне Я уже связываюсь Непосредственно С Владимирским Приезжают На данный момент Я могу Я могу только вам Говорить то Что вы мне скидываете Мы оперативно реагируем И Начинаем долбиться И они вывозят Но есть запасной вариант Дмитрий Федор Как и делаем Есть запасной вариант Чтобы моментально было Дмитрий Федоров С учетом того Что он спортсмен Он приезжает Сам убирается Хорошо Поняла Спасибо Спасибо Дальше Чекист Лунева Как у вас дела? Да я тут Я по сценарию иду Все нормально? Пока Пока да Спасибо Остался еще у меня вопрос Про детсредства В школах О Да Вот этот вопрос Отработайте пожалуйста Илья Сергеевич Ситуация Сами знаете Мало чем поменялась Ну да С учетом того Что сейчас идут Послабления Поэтому Коронавирус Не отступает Да Но тут Я тогда вам говорил Что я должен С Ириной Штейберг Созвониться Потому что Они непосредственно Директора Как там Они продумывают Все эти схемы Мне в принципе Суму тогда Озвучил Директор первой школы Сколько тратится На все вот это А это уже далеко Не бюджетные средства Это какие-то Должны быть привлеченные Был бы Бюджет у депутатов Побольше Поверьте Мы бы это делали Хорошо Ну вы поставите Да Анна все Ну смотрите По вам Я говорю да Значит Я до понедельника Созвонюсь С энергосбытом Отвечу на ваш вопрос По поводу Территории Уборки С Владимирским Я узнаю Когда будет до конца Все это готово Если что-то готово По моему округу Я тоже это сделаю Документы вот эти Вам Виталик отсканирует Привезет Завтра Хорошо Вот Александра нас подключит Там Ну они сейчас Александра Вы на связи Илья Сергеевич Здравствуйте Здравствуйте Может я Коротенечко Я просто Скажу слова И выбегу дальше делать Да Добрый вечер Если вам кого-то Перебила Илья Сергеевич Огромное вам спасибо Вам Вашей команде Правда Искренне Наконец Свершилось то Что должно было Свершиться Наверное Много лет назад А это у вас Задний вид Где Это Где новая квартира А адрес Какой у вас Это Путилково Не Илья Сергеевич Вы же должны помнить До того что я Переехала Подальше Старомайское Я все равно Все помню Я буду приезжать в гости Я Евгению Владимирскому Сегодня написал СМС Он в отпуске Я говорю Что по поводу Это Он говорит В понедельник Выйду Все сделаю Поэтому Но там Я так понимаю У вас сейчас На Там Вот я вот Выложил Вот этот клип Конечно Аудитория Разделилась Так как Одни считают Ваш подъезд Одни считают Ваш подъезд Счастливчиками А другие Как быть Но С другими Получается Мы тоже Все равно Эту ситуацию Держим на контроле И надеюсь Мы ее доведем Тоже до логического Конца Я Огромное вам спасибо От жильцов Четвертого подъезда Наконец Свешилось Все выжили Слава Богу Вот Завтра Окончательный Приезд Мы нас встречаем Машины Отдельное Спасибо За грузчик Огромное Спасибо Дмитрий Филиппов Молодец Диме Скажите Спасибо А я Сказала Вы Думы Не должны Я же Сказала Всего не буду Больше Занимать Эфир Дел Очень много Спасибо Огромное До свидания Сергеевич А у меня Знаете Какой вопрос А остальные Подъезды Первомайский Син И Первомайского Одиннадцатого Будут переселять Да Начнет все Падать Я не могу Сказать В приоритете Вот этот Весь дом Точнее Но там В списке Вот этот Вот этот Подъезд И крайний Подъезд Когда Устанавливали Вот эти Опоры Там И то В дальнем Подъезде Только несколько Квартир Но Насколько я Понимаю Они уже Съехали И получается Вот эти Два Подъезда Посередине Я буду Узнавать Хорошо Спасибо Поэтому Вот Потому что Иммунитет Все-таки Закаленный Поэтому Советую Всем Присоединяться К нам Ладно Друзья Большое Спасибо На самом Деле Я хочу Сказать В общественной Работе Я уже Десять Лет И Порой Вот Обычное Слово Спасибо Вот Неважно Где написано Хотя у нас Ролики По России Гуляют Во многих Социальных Сетях И это Порой Пишут Люди Спасибо Чем мы Занимаемся И оно Так Вдохновляет Никакие Там Какие-то Благодарности Финансовые Нет Только Порой Человеческое Слово Спасибо Заставляет Понимать Что все-таки Ты Не просто Так Это делаешь Поэтому Я в свою очередь Тоже Всех своих детей Тоже Надо всегда Говорить Спасибо Поэтому Действительно Спасибо За теплые слова И поверьте мне Мы конечно Делали это Только Не из-за слов Спасибо А из-за того Что в принципе Это Наши прямые обязанности Это мой родной округ В котором я родился Точнее не родился Но родился я Недалеко от округа Практически все детство Провел в нем И до сих пор Там прописан Ладно друзья На связи Если что Звоните Пишите 24 на 7 Как обычно Все Спасибо До свидания Спасибо До свидания До свидания Все доброе До свидания